Сегодня видим сильнейший состав Локомотива на данный момент. Да, по-прежнему Локомотив нагнетает, нагнетает напряжение у ворот в СССР. Снежные футболисты. Ах ты, какой момент! И гол! 1-1. 1-1 забивает Руслан Кименов. Да, поздравляют именно его. Вытащил мяч из ворот Евсеев. Ну а мяч записал на свой счет другой футболист. Вот, честно говоря, предчувствие было. Было такое предчувствие, что удар Евсеева. Мандрюкин отражает, а на добивании Кименов. Ну, в принципе, Локомотив ответил СССР. И в правые ворота сейчас бьет Локомотив Дмитрий Лосков возле мяча. Вениамин Мандрюкин в воротах. Посмотрим, чем закончится эта дуэль. Разбегается Лосков. И великолепно играет Вениамин Мандрюкин. Отражает первый удар Лоскова, капитана Локомотива. Это действительно очень хороший задел для того, чтобы сегодня у ЦСКА все было самым замечательным образом. Итак, Величенко. Да. Удар поворотом. И вы сами все видели. Великолепен Сергей Овчинников, так же, как и Мандрюкин. И счет по-прежнему не открыт. Ну, по пенальти счет остается 0-0. Общий счет матча, разумеется, 1-1. Лекхета будет бить. Удар Лекхета. И промах. Вот так вот Джейкоб Лекхета даже не попадает в свор ворот. Не пришлось Мандрюкину выручать своих партнеров. По-прежнему нет голов после матча в фенальте. И Самодин бьет. Удар, гол. Вот Самодин очень сладнокровно распорядился своим шансом. Это Марат Измайлов. Измайлов раздвигается. И великолепен. Опять великолепен Мандрюкин. Три удара. И ни один из них, Локомотив, не воплотил в забитый мяч. Но если сейчас забьет Денис Евсиков, то тогда шансы армейцев на общую победу в матче возрастают очень и очень. Итак, удар Евсикова. Удар. И великолепно играет теперь уже голкипер Локомотива. Овчинников. Итак, счет не изменился. Евсиков не забил. Ну а теперь Владимир Маминов. Должен же Локомотив открывать счет. Все и после матча в фенальте. Удар, гол. Маминов очень хладнокровно действует. И обманывает Мандрюкина. Итак, Локомотив уже пробил четыре удара. Сыск. Пробил три. Вот четвертый удар. И гол. Гол. Забивает Соломатин. Руслан Пименов. Вот так вот по-пижонски. Очень рискованно, но очень здорово забивает Руслан Пименов. И счет становится 2-2. Ну что ж, Локомотив пробил уже все свои пять ударов. Первые пять ударов. Ну а у СССР есть еще один шанс. Капитан команды Гусев идет к мячу. Напомню, что Кириченко, Самодин, Евсиков и Соломатин до этого били. Ну и теперь решающее слово. Наверное, решающее слово Загусевым. Удар! Нет. Решающее слово оказалось за Обчинниковым в данном случае. И таким образом серия из пяти после матча в фенальте не выявляет победителя. Все начинается сначала. А если точнее, то не сначала, а теперь команды бьют до первого промаха. Игнашевич. Удар! Посмотрите, что происходит. Мандрыкин угадывает направление полета мяча. И был готов уже взять его. Настолько силен удар Игнашевича, что пробивает просто руки голкипера. Мощнейший просто выстрел. Ну что ж, теперь каждый промах означает поражение. Локомотив свой шанс использовал. Если сейчас 25-й номер армейцев Элвер Ракимич не забивает, то локомотив обладатель Суперкубка России. Смотрим! Бьет Ракимич! Бол! Вновь счет равный. Пашинин напомнил, что каждый удар, это удар по-своему решающий уже. Здесь уже никто не выручит. Ну, вратарь может еще выручить, если промахнется полевой игрок. Итак, Пашинин. Удар! Очень точно. Хотя и почти по центру ворот. Но забивает Пашинин. Какое же напряжение сейчас в стане ЦСКА? Вот я сейчас вижу, что долго не могут решить игроки, кому нужно бить. И в итоге едва ли не выталкивают второго номера. Дэвидеса Шембереса. Ну что же. Забьет Шемберес. Тогда игра продолжается. Не забьет локомотив обладатель Кубка. Удар! И все! Ну что же. Все разрешилось. Первым обладателем Суперкубка России становится чемпион страны. Столичный локомотив. В серии после матчевых фенальти армейцы проигрывают. И железнодорожники выигрывают. Почетный. Я думаю, что теперь этот трофей будет считаться почетным. Первый Суперкубок России завоевывает столичный локомотив. Трофей само ничем уже в жизни. Первый Суперкубка России. Локомотивs. Ф personne просто. Траина. Трофей. Редактор субтитров А.Семкин